Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем восьмую главу. И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах, присмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Мы видим здесь, что Бог вспомнил о Ное, но не только о Ное и его родственниках, но также о всех животных. Это показывает, что Бог помнит и заботится, и промышляет о всем творении вообще. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Библия говорит о власти Бога над всей природой, над водой, над ветром, над всеми явлениями природы. Бог не является, как языческие боги, там, Богом моря, и отдельно Богом ветра, и отдельно Богом солнца. Бог является владыкой всего мироздания. И закрылись источники бездны, и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца. В первый день десятого месяца показались верхи гор. По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега, и выпустил ворона, чтобы видеть, убывали вода с земли, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. То есть ворон не нашел, где ему сесть, и он долгое время летал. Мы видим, по прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега. То есть ковчег, он закрыт со всех сторон, и вот только по прошествии сорока дней Ной открывает это окно ковчега, выпускает ворона, потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. Он простил руку свою и взял его и принял его к себе в ковчег. И помедлил еще семь дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий маслячный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь дней других, и опять выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. Голубь с маслячной ветвью в клюве — это очень известный символ. Люди, которые никогда не читали Библию, они, тем не менее, этот символ хорошо помнят. Это голубь мира, и это образ, как очень многие образы в нашей культуре, он имеет библейское происхождение. Еще в советские годы, когда Библию было достать очень трудно, это была очень огромная проблема, все видели этого голубя, как там шла борьба за мир, по крайней мере, она декларировалась, и символом этой борьбы был голубь, держащий в клюве маслячную ветвь. Как еще до сих пор существует противопоставление на ястребов и голубей, то есть на политиков, которые занимают более воинственные или более миролюбивые позиции. И все это восходит к этому образу голубя, который является символом примирения. Он приносит маслячный лист. Маслячный лист, который указывает на то, что потоп кончился, на то, что уже там произросли какие-то растения, и можно высаживаться уже вновь на эту землю. Уже произошла глубочайшая перемена. Мир обновился, мир стал другим. Грех и беззаконие смыты этими водами потопа. И кончился суд гнев Божий, и голубь прилетает как символ мира. Можно возвращаться к жизни в этом обновленном, преображенном мире. Потоп — это прообраз суда Божьего вообще, в частности, страшного суда. Потоп уничтожает все злое, все греховное. И начинается совершенно новая жизнь. И вот Ной посылает голубя, и в конце концов голубь просто улетает. Он где-то там отправляется жить. «С 601 года жизни Ноевой к первому дню первого месяца иссякла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла. Все это время Ной находился в безопасности, закрывшись у себя в ковчеге». И мы видим, как это нарисовано, что во время потопа Ной не прохаживается по палубе. Он сидит там внутри в закрытом ковчеге, и он потом уже выглядывает из ковчега. И ковчег, он выглядит как какая-то закрытая достаточно, закрытый достаточно объем. Почему? Ну, чтобы вода не проникла, потому что сверху льется дождь, внизу вода, отовсюду подтекает. И поэтому ковчег держится закрытым, держится герметическим. Но ковчег — это также образ церкви. Как мы уже говорили, церковь — это ковчег спасения. И важно пребывать внутри этого ковчега, потому что это единственное безопасное место. Во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла. И сказал Господь Бог Ною, выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих, и выведи с собой всех животных, которые с тобой, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, и все звери, и весь скот, и все гады, и все птицы, и все движущиеся по земле по родам своим, вышли из ковчега. Жизнь на земле возобновляется благодаря вот этому спасенному остатку, спасенному остатку человеческого рода и спасенному остатку из всех животных. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Бог приятное богоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать его живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сенье и жатва, холод и зною, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Здесь очень важный момент, когда Ной устраивает жертвенник и приносит Богу жертву. И эта жертва свидетельствует о том, что Ной желает пребывать в повиновении Богу. Ной желает, мы это скоро увидим, заключить с Богом завет. И благодаря этому желанию Ноя, который хочет быть с Богом, благодаря тому, что он принес жертву, Бог объявляет, что он больше не будет осуждать землю за грехи людей. Конечно, это повествование носит предельно упрощенный характер. Это как если бы кто-то объяснял важнейшие истины о Боге малым детям. Но оно очень глубоко в то же время. И здесь говорится о том, что жертва, которая приносится Богу, она составляет собой приятное богоухание, то есть Бог принимает ее с боговолением. В Новом Завете говорится о том, что жертва, которую мы приносим Богу, это плод уст прославляющих Его. И мы видим, что Бог дает обетование, что больше не будет происходить потопа. Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли, сейни и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. То есть нормальное круговращение сезонов, то, что лето сменяется осенью, осень зимой и так далее, это не что-то, что происходит само собой, это установление Божие, это проявление Божьей любви, Божьей заботы и Божьего попечения о мире. Бог здесь выступает в повествовании о потопе в качестве, безусловно, владыки мироздания и в качестве праведного судьи. Богу не все равно, что происходит на земле, и для Бога важно грешат люди или поступают справедливо. «Человеческий грех вызывает потоп». Это было очень важное моральное послание, которое было необычно для людей того времени. Для языческих народов, окружающих Израиль, мы это знаем по дошедшим до нас памятникам языческой литературы, боги не были как-то особенно заинтересованы в нравственном поведении людей. В поклонении – да, в принесении жертв – да. Но в книге «Бытия», в повествовании о потопе появляется вот эта идея, что Богу важно, как люди себя ведут, и грех, беззаконие навлекает Божье осуждение, которое проявляется в потопе. Мы с вами прочли восьмую главу книги «Бытия». Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok